Вот этому винограду 25 лет. 25 лет и он все еще плодоносит. Часть конечно его уже на подходе, но наверное процентов 85 до сих пор растет, до сих пор дает плоды. С этим виноградом все с одной стороны немножко проще, с другой стороны немножко сложней. Все что растет на стволе основном, обдирается, все что вот на таких веточках, которые были обрезаны в прошлом году, вот они, все это оставляется, но как бы в любом случае все ситуативно и по ситуации, если есть только одна веточка, которая растет из столба и весь виноград практически умер, то она естественно оставляется. Вот такие вот 25 летние столбы, надо будет обязательно спросить сколько лет вообще виноград живет, сколько лет он может плодоносить и быть в рабочем состоянии. Вот такие вот веточки тоже обламываются, даже несмотря на то, что они коричневые, но они растут со столба, они тут не нужны. Очередная работа, все такой степлер, вот так это работает, выбираем самый красивый длинный стебелек и вот таким вот образом его подвязываем. Все это остается на 2-3 недели, после чего проверяется, остается ли живым тот стебелек, потому что он может надломиться, высохнуть, ну могут с ним случиться всякие нюансы. Вот если он живой, то все остальные веточки, я так понимаю, обламываются и остается только подвязанный, который будет продолжать трясти в таком положении. Это свежее поле, двухлетний виноград, вот так вот он выглядит. Виноград, который уже все. Красавец. Красавец. Вот для чего нужен один из строкторов. вот так вот я так понимаю все это будет и никто не стоит сапкой ну почти за трактором конечно надо будет немножко потом доделать но в целом все это вот так закончили работать говорит есть у вас полчаса времени вы говорит вишни кушаете привез к родителям а тут черешня очень много видео сейчас нальвем а